Фестиваль НКО прошел в минувшую субботу в Хабаровске в торгово-развлекательном центре Броско-Мол. О своей деятельности рассказали 20 некоммерческих организаций. Одна из них – Центр комплексной поддержки населения, специалисты которого помогают родителям приемных детей. Подробности у Татьяны Репиной. Ой, длинношеи животное, держи! Интерактивные презентации, мастер-классы и даже психологические консультации. Всемирный день НКО прошел в культурно-образовательном пространстве коммуна. Показали себя 20 некоммерческих организаций Хабаровского края. В том числе объединения из Комсомольска, Николаевска-на-Амуре, Ванинского и Верхнебуринского районов. Людмила Ильиных в окружении детей почти круглые сутки. Она мама – 11 детей, 8 из которых приемные. Расписание дня напряженное. Начинается с готовки и уборки, заканчивается уроками и детскими кружками. Сегодня для младших ответственный день. Они выступают на дне открытых дверей НКО. Выступать, петь? Пать! Петь! Петь будете? Что будете петь? Ась на крыше. Когда Людмила и ее муж взяли первого ребенка, остановиться уже не смогли. Собрать большую семью в отпуск и организовать досуг детей помогает некоммерческая организация «Центр комплексной поддержки населения». Это люди, которые помогают с репетиторами, которые помогают вывозить детишек на море. Представляете, что такое детей? Девятерых вывезти на море – это просто… Вот. И эта организация мне помогает очень хорошо. Какие-то занятия, игры – это все. Вот мне эта организация помогает. Без них было бы очень сложно. Центр комплексной поддержки появился больше десяти лет назад. Его основатель Елена Рогожкина тогда взяла приемного ребенка. Расположить его к себе и социализировать было сложнее, чем казалось. Тогда Елена стала искать единомышленников. Теперь организация реализует крупные социальные проекты и насчитывает больше ста приемных семей. У нас есть родитель, который год с тремя приемными детьми был. И когда она пришла, она сказала, что «почему я вас не знала раньше?». Мамой трех приемных детей Надежда Баглаева стала по воле судьбы. Племянники мужа остались без родителей. К такой ответственности пара не была готова. У меня старший спрятался под столом и сидел с перепуганными глазами. Похоже на волчонка. А у меня такие же глаза. Я не знаю, что с ним делать. Мне дали девочки столько советов, дали. Столько вот хороших, мудрых вещей. И у меня теперь как в мультике. Три сыночка и лапочка-дочка. Приемным родителям в Хабаровске помогают еще несколько некоммерческих организаций. Всего в регионе зарегистрировано больше двух тысяч НКО. Около 400 работают в сферах соцподдержки, образования и охраны окружающей среды. Татьяна Репина, Виктор Казаров, телеканал «Губерния». Татьяна Репина, Виктор Казаров, телеканал «Губерния»